Мы хотели попросить вас рассказать несколько слов о тех предметах, которые, может быть, вы помните, связанные с вашим отцом. Поэтому, если вам не сложно, то вот все, что вы так выделите своим взглядом, это все подарки. Вот еще сдавали. Это на какие-то игре. Там даты есть. Это тоже. 50 или 60 лет. Это работа Асгура. А вы не помните, что с ней связано? Я читал воспоминания у Асгура в его книге о работе, но я так понимаю, что Асгур сделал как минимум три работы, потому что есть в полный рост. Полный рост стоит на кладбище. Он уже делал для кладбища. И есть для музея? Да, для музея. Третьяковка была. Какое-то время. А это, наверное, копия, которую он папе подозил. Это потому, что Третьяковки кучу я, да? Третьяковки была копия. Ну, копии или оригинал я уже. А Третьяковки точно такой же, да? Да. Я сама видела это. Третьяковки были. Это работа Гусева. Не законченная. А что это за художник? Вы можете про него немножко рассказать? Великолепный человек. Николай Николаевич, по-моему, если я не путаю отчество. Во время войны он очень-очень многим людям помогал, потому что люди голодают. В частности, семья Бенди выжила благодаря Гусеву. Ну, еще он прятал у себя какого-то военного, который ранен был, выхаживали. Ну, в общем, очень многим. Бенди выжили благодаря Гусевам, конечно. Гусев, немцы носили фотографии и просили делать портреты. Там жен, детей. И он брал продуктами за работу. И всех, кого он знал, в том числе меня и мою родную маму, всех поддерживали. Был очень хорошим человеком. Этот считается незаконченным. Не знаю, что он незаконченный, но он говорил сам Николай Николаевич, что портретник закончил. А вот подобные вещи, я так понимаю, это подарки? Это подарок. По-моему, в шестидесятилетие. В Купаловском театре преподнесли ему по случаю пятидесятилетие. С родиной ему привезли булку крестьянского хлеба. Подарок. Вкуснее я не ела никогда. А эти кто там, не помню. Это Синько. А, это друзья. Это друзья еще довоенные. Сам Синько Ефрем, он был другом младшего брата моей мамы. И, собственно, как сын он у бабушки. Жил в доме на Розове Кусинбруху бабушки. Он был, как говорится, ну, как сын. А скажите, пожалуйста, вот тут написано Даша Гинсбург. Это вам известно, кто это? Нет. Это работа Даша, я так понимаю. Ну, я думаю, да. Но кто ей могу? Но мне известно это. Я думаю, слушайте, она не работник музея на... Ну, вот это видно, козлы. Ну, творец искусств. Вот, вот, вот. Она там работала. Наверное, это она, я думаю. В полосностатстве, да? Какая невысокая женщина, да. Она художник, и она... И жила она на круглой площади, да. Еще по этому... Это все дарили вот на юбилей. Вот на юбилей. Это ему на 50-летний. Может быть, и 60-летний. Много дарили школьники, я так понимаю. Как партизан дед задал фруйцам обед. Дед, а дучкин, какой класс? Четвертая класса, 69-я школа. А это кто? Плаксин Сальзин. Ага. Мы дети... Конечно, я об этом не помню. А за всем не помню. Да? Тут фотография была за все, да. Унуки были. Это фоторамка. Угу. Тут вот тоже подпись. Писателем белорусской. Писателем белорусской. Ну, как шоу, а? На памяти. Это кто-то приезжал, когда мы верили. Ну, вообще, к нему люди очень тянулись, его очень-очень любили. Не представляю. Асгур писал, что он очень добрый человек. Сверх. Сверх, да. Сверх добрый. Это был сверхдобрый человек. На мой вопрос, я тогда этого папы спросила, говорю, что ты больше всего в жизни боишься? Подумала, говорит, обидит, бесподставно обидит человека. Вот. Это его ответ был. На могилу Волошина мы тоже ходили, ходили, но мы ее не нашли, потому что она там в этих горах была. Мы тогда не нашли могилу Волошина. Вот. А жена его частенько спускалась. Вот так на берегу посидит. В этом же доме, где Волошинская квартира. Это было после войны. Дом творчества писателей. Дом творчества писателей. Но еще это было еще несколько лет после войны. Понимаете, еще новых корпусов не было. И как-то там очень по-семейному все было. Я так понимаю, что там было, вы сказали, что сохранена вся обстановка. И я читал в воспоминаниях, что жена Волошина давала, ну, возможность писателям, кому она хотела, давала такую возможность посидеть за его столом. Да, нет, она очень гостеприимная была и, пожалуйста, никому никогда не отказывала. А ваш отец работал в этом кабинете? У Волошина? Нет, работать не работала. Посидел. Так, заходили. Все это оглядывал, смотрел. Потом мы ходили. Значит, если лицом к морю налево где-то там должна была быть могила, то есть она есть там. Но мы не нашли. Ходили, ходили. Мы нашли в Волошинскую могилу. Но вот этот пейзаж... Это как тебе похоже. Похоже, похоже, похоже. Ну, там ведь скала, которая там находится, как считается по легенде, была похожа на Волошина, именно поэтому он там разбил как бы свой лагерь, бросил якорь. Может быть, не знаю. А куда еще вы ездили с отцом? В 69-м году. Папа решил, что да, мы не водили с мужем еще тогда машину. Он сказал, так, в обязательном порядке, отдаю свою машину, чтобы за зиму вы обладели вождением машины. Мы поедем по Беларуси. По Колосовским местам, он сказал, поедем. Ездили. Муж был за рулем. Я тоже немножко была. Это мой первый год и муж, и я тогда... Ну, папа сказал зимой, чтобы обладели рулем, поедем по Беларуси, потому что... Ну, нас четверо, у меня двое детей. Их было, значит, шесть человек. И лишний, там, водитель уже лишний, потому что места мало. Поэтому вот... Мы зимой закончили курсы, правда, когда я была за рулем по дороге, папа очень нервничал. Вот, поэтому больше мой муж сидел за рулем, чтобы уже папа не нервничал. Вот, но он считал, что я слишком такая... Слишком смелая, короче. Вот. И мы проехали и на Кинщине были, и где мы только не были. Да, мы, извините, мы с мамой были в брюках. А в Лиде нас не хотели в ресторане кормить, потому что в брюках нельзя было... Знаешь, как это? Женщины в брюках нас не пускали. И тогда папа сказал, бой, с коли-нибудь вам будет сорвано, чтобы не пускайте хлебку пообедать. Бой, я у женщины в брюках, разве так можно? Вот такое было. Ну, нас все же покормили. Вот такое было. Это в Лиде было. Потом до какого-то мы... Зеленое, или как оно назовало? Зеленое озеро, по-моему. Это уже на границе с Литвой. Там был наш последний причал. Мы взяли с собой палатки. Вот в палатках жили. И если мама начинала капризничать немножко, папа сразу думал, мы же как мы решили? Мы решили в палатках, мы решили путешествовать. А еще-то он не давал возможности нам быть недовольной. Все, мы так решили. Это был 1969 год. Последний год его жизни, к сожалению. Не везло на хороших людей, но лучше папы я не знала. Близок по характеру. Мой муж. Мой папа тоже такой добряк. Но папа... Это особо... Я же ему говорил на мой вопрос. Чего ты больше всего боишься? Бесподставно обидеть человека. Вот это его отказ. Бесподставно обидеть человека. Да. Если бы все такие люди были, нигде бы ни вонь не было. Были бы всякие прогрессы. Это для вина. Вы помните эту фляжку? Да, кто-то... Не помню, кто доел, но это тоже из юбилейных подарков. А было ли там когда-нибудь оно? Вот... А чего не знаю, кто бы не знаю. Это... То, что содержимое... Это меня никогда не... Я в рот не брала в жизни, так говорит. Нет, в рот в 12 лет я попробовала вину. Вымочеку вина. Это единственное мое питье в жизни. И больше никогда. День рождения, в 12 лет, мы собрались с девочками. Мои родители уходили куда-то. И мама сказала, вот вам бутылочка вина. Ну и гуляйте. А у нас же на Розу Люксембург бабушка была в своей квартире. Дальше в нашем. Мы обедали общая столовая. Так у каждого своя квартира. У дяди, с тетей, третьей квартиры. Ну и мы сели праздновать мой день рождения. Это было в декабре. Выпили эту бутылочку. У нас было, по-моему, 4 или 5 девочек. В общем, когда бабушка вошла, мы хохотали. В общем, мы такие были ненормальные. Ну, понимаете, девочки. Все, это единственная моя прянка в жизни. Больше никогда. Даже на собственной свадьбе, как я говорю, ни-ни, больше никогда. И до всего еще не пью. Поэтому я и живу до 86. Вот скажите про эту... Это рубаха. Да, вышиванка такая. Вышиванка. Так, по-моему, это была... Вот не помню, или подарок, или по заказу. Не помню. Не хочу обманывать. Он не надевал наш отец? Надевал когда-то. А, по-моему, есть фотография. Но не знаю, в этой или еще было с голубой вышивкой. Этот подарок из подарочных ювелийных. Не хочу точно сказать. Возможно, на этом рушнике хлеб ему дарили. Ну, мы слышим. Земляки? Земляки, да. В Купаловском театре, когда отмечали, наверное, 50-летие отмечали тогда, и земляки привезли Болку свою. Караманик. Такой вкусный хлеб. Вы знаете, вот на этом вот рушнике. Привезли, на сцене ему дарили этот хлеб. Ну, вот и Асбур его в похожей рубашке забрали. Он только не паралит. Да, паралит, да. Это у него с голубым была такая рубаха. Такая была у папы с голубой вышивкой. Ему в тон глаз спать. Вот этот вариант Бюста, он такой сосредоточенный и очень серьёзный. Вот здесь он похож на себя? Или это какая-то... Нет, он похож на себя. Но, сидя с Асбуром, вот, надо было просмотреть, у меня Асбур мне подарил эту книгу, то, что помнится. Там есть... Да, 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 есть, там есть. Есть, где он, когда он, да. Но вообще, не думаю, чтобы он сидел с Асбуром и был очень сильный. На них это не похоже. Может быть, это что-то внутреннее, что увидел Асбур в нём, из пережитого им, пережитого Глебка. А когда мы вот с мамой ходили к Асбуру в мастерскую, когда папа умер, и надо было паниками делать, всё никак. Ну, основа была уже, конечно, на вот этот памятник, мы всё ходили-ходили. И у Асбура стоял в маленькой такой, ну, как сказать, ну, в миниатюре. Эскиз такой. Эскиз какого-то, не помню кого, восточного кого-то из писателей во весь рост. Так я тогда и сказала, Зайли Саркович, а если папу, да вот, вот так вот. И он принял это, и то, что на кладбище Московском, вот это вот, вот это всё, но основа вот этого. Вы рассказали историю про спасение библиотеки. А где эта фотография сейчас находится? Если бы я знала, мы когда вернулись с мамой из Германии, этой фотографии не было. Я думаю, что бабушка, баба Надя у нас такая, она, наверное, я уничтожила, чтобы никто и видеть не видел. Вот. Потому что на этой фотографии я преподношу цветы куба. Вся библиотека была, ну, стенка у нас, значит, библиотека была на раз-два, на две комнаты, если вот впереди стоящие. Ну, в этом спальне, не помню, завешенной или нет, а вот в этой прихожей завесили всю-всю стенку вот этим ковром. А за ковром была библиотека. Я же говорю, всю войну простоял. Ленин, Ставин. Всё, ни одну книгу не прятали. Единственное, что вот в передней комнате, то, что не помещалось, там были какие-то книги, но ещё до нашего отъезда в Германию с Витебска приехал витебский писатель. Не помню фамилии. Я знаю, что тоже белорусский писатель витебский. И потом бабушка сказала, что, ну, спорить с ним нельзя было. Он очень много книг с этой, с книжнего шкафа, который стоял. А вы что-нибудь помните про неудавшиеся покушения на Кубы, которое должно было быть в Купаловском театре? Я знаю о нём, но помню ничего, кстати. Я тоже должна была там быть, но не было. А вот то покушение, которое было, никто из актёров Купаловского не погиб, но кто-то из мирных, кто был в этой стране. Я знаю, к этому покушению был причастен родной брат Елены Михайловны, жены игрушка. Он был в подполье тоже, я его знала по... Ну, по тому времени. Вот он тогда. Какой-то там щелчок получился, что-то не соединилось, но целый был, согнали людей, людей сгоняли полный театр, весь Купаловский театр был заполнен. А вот вас перебили вы про Витебского писателя рассказывали? О Витебском театре, он писатель, который, он приехал, ну, как бы в эвакуацию, что ли. Но мы уже уехали, он там оставался. Ну, в общем, он так беспардонно, то, что было вот в этой... В моей комнате, вернее, это тогда была дедушкина комната, была полка с книгами. И вот в этой большой, в этой первой комнате он там лазил и брал, что хотел. Но фамилию не помню совершенно. Потом он уехал с немцами. Так он брал и забирал с собой, да? Ну, себе забирал, я уж не знаю, куда и как. Но он брал эти книги, ну, и бабушку не смело там противоречить. Ни бабушку, ни дедушку. Дедушка вообще был сверхдобряк. Очень набожный. Это отец... Мама. Явел Сенонович, он сейчас на Валеном Габрище похоронил. Шестнадцатая могила, предпоследний ряд со стороны, с противоположной стороны Берестянской. А родителей Петра Федоровича вы помните? Я их даже не знаю. Я их даже не знаю. Хотя семейные фотографии много. Семейные, да, по фотографии, да. Нет. Вы не забывайте, что я же дочка с 42-го года. Да. А я с 34-го года. Я родилась. У нас тут еще несколько таких нерешенных вопросов, связанных с очками и с трубками. Если вы можете... Трубки... Он обожал эти... Как это? Он что-то... Зажигалки. Зажигалки. Он отовсюду привозил себе зажигалки. Он их разбирал. Потом собирал, но всегда лишние детали были. Это было всегда. Всегда. Это была болезнь у него. У папы была болезнь. Это зажигалки. Со всего мира. Где бы он ни был, он вез зажигалки. Потом это все разбиралось. А потом лишние детали. Всю периодику читал ежедневно. Он вычитывал все газеты. А выписывал он их тьма-тьмущая. Потом вот все ему давали свои работы читать. Ну, на лицензию или так просмотреть. Мама очень злилась. Потому что она говорила, ты бы за это время уже 10 своих деталей написал. Сколько ты вот... А он, наверное, он же не мог лишь бы прочесть. Он должен был все это бесконально. И человеку уже посоветовать. И то и все. Вот. Ну, добрейший человек был. А семья была хлебосольная. Всех всегда... О чем вы говорите? У нас... Так. Во-первых, ну, свои революционные праздники все отмечались. Церковные все праздники отмечались. И все письменники к нам приходили. И лужанин за все добыл. Кучер по соседству жил. Ну, в общем... Ведали, что... О! Если церковные праздники вернут. Дед у меня был очень набожный. Бабушка у меня была как-то... И богу свечкой, и черту-кочерга. Это точно. Это моя бабушка. А дед... Его краном можно было... Он настолько... Ну, вот... Человек по-настоящему верующего. Такой был. Писал стихи на религиозные темы. Вообще, дед был удивительный. Дед и влево. А сколько он прожил? Ой, сейчас... 80... 80... 85, что ли. Ну, тоже прилично. Да. А Пётр Фёдорович как относился к вере? Вот как этот вопрос решал? Вы знаете, он, как говорится, ни над кем не издевался, никого не удерживал. Ну, как-то... Чтобы я знала точно, чтобы вот это выгрожалось. Не могу сказать. Но и Пасху праздновал с удовольствием. То есть традиционное такое. То, что в доме праздновалось, а это всегда было, я же говорю, дед был очень набожный. Вот, бабушка. Но он соблюдал, раз, религиозство, религиозство. Пасха, Пасха. А как ваш отец к вам обращался в Москву? На Русь. На Русь. Когда я замуж выходила, он плакал. Вот. А замуж я выходила на сломание. Извините за правду. Я бы не выходила замуж, если бы не мама. Мама этого не хотела, или? Да, не хотела. Нет, у меня, понимаете, у меня друзья были мальчишки, девчонки, все были в хоже. Вообще, для послевоенного времени я же... У меня своя собственная комната. Вы представляете, что это такое? После войны, когда люди в одной комнате по пять человек уже... И, конечно, у меня все друзья ко мне любили приходить, потому что отдельная комната, взрослые над нами не сидели. У меня было полно друзей. И мальчиков, и девочек. Но школы были-то разные. Ну, и еще музыкальная школа была, поэтому мальчики тоже были. Вот. И все были вхожи. Как появился мой будущий муж, это был запретный плод. Ну, иногда потом мы уже узнали, это виновата была. У меня новая педагога в музыкальной школе была, которая приехала с Бреста, которая чего-то наговорила моей маме на моего будущего мужа. Вот. Все. Все могут этот, нет. Ну, знаете как? Запретный плод. Все. На зло. На зло. Вот так вот. Так что... Ну, я не жалею. У меня прекрасный муж был. Прожили мы 65 лет вместе. Так что, дай Бог, все так. Чтобы все так было. Он и муж, и отец замечательный. В общем... А я же в 10-м классе была. У меня ушла в вечернюю школу. Такая вот... Ну, прямо сегодняшний день такая противная. Прямо. Вот. А к отцу вы как обращались? К отцу? К отцу. Папа. 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 Папочка. Папуся. В зависимости... Ну, не на вы. На ты. Нет, на ты. Не таких на вы. Вообще, папа был всегда на моей стороне. Мама запрещала. Допустим, нет. Не пойдешь никуда. Я топ-топ-топ. Папа в кабинет. Папа. Иди гуляй. Все. Папа был всегда на моей стороне. Его не любить невозможно было. Он был сверхдобрый. Не только ко мне. Вообще, ко всем. А вот из тех, с кем вы вот это послевоенное время общались, дружили, кто к вам приходил, кто сейчас еще остался? Моя подруга. Она почти на два года меня моложе. Но мы в одном классе. Она-то не была в эвакуации. Она очень хорошо папа знала. Она, кстати, сюда приходила как-то вот в какой-то вечер бы папе посвящено. А даже тут что-то выступала Светлана. Это моя школьная подруга. Мы и музыкально вместе, и вообще образовательные в одном классе учились. Ну, кто еще? Вот Юра ушел, дружка. Ну, от Раховича вот папа Зоя хорошо знала. А каково это вообще было, вот, быть дочерью Глебки? Это какая-то ответственность? То есть, вот... Никаких привилегий. Нет, привилегий, да. Никаких привилегий. Ответственность. Ну, как-то я об этом не думала. Просто я жила, как все, как мои подруги, друзья. Это меня не возвышало, понимаете? Это не то, что возвышает людей. А вот это тоже, как вы помните? Это тоже из подарков. И это, и это, и это все вот к юбилею. Ну, что я вот... Вот это тоже из музея Колоса. Тоже такая вот... Да, ну, это тоже кто-то дали. Сотрудники музея Якуба Колоса. Это все подарки, подарки. Надо маме должны отдать. Мама очень верно относилась ко всему школу. А вот это, я так понимаю, уже гораздо более позднее. А это сигали, по-моему, тут были. Просто... Я поэтому вас и спросил. Это были сигари, кто-то... Он, нет, он, может быть, когда-нибудь побаловался, но так, чтобы специально флорить. Нет, нет, ну, они... Вот парочку было, они вообще не разрезанные, они начали... Нет, он курил только Казбек. Казбек, он курил Казбек. Это его. А вот... Говорите, говорите. А вообще вот мебель вся эта приобреталась, как... По заказу делала. По заказу делала. Это художник Алтуфьев. Сделал, как это называется, нарисовал нам, вот. Он сделал папин кабинет, и все под кабинет. Это все Алтуфьев. Там же высокие тополки были такие вот. Да, да, да. Это вот уже под карамарек все делалось. Я имею в виду книжные стеллажи или... Все. Это все. Две комнаты целиком. Все. И это все. Это все работы одного художника? Это Алтуфьев. И все Алтуфьев. Это в каком году примерно все это мебель делалось? Ну, с какого года там же вот на... В каком году получали эту квартиру? А это сразу как... Дом построили, въезжали. Дом построили, вот въехали туда. И делали это. Малтуфьев все это измеял и заказывали вот по... По чертежам Алтуфьево все это делалось. А вот это с переводом на английский язык, может быть, вспомните? Мне кажется, что это и нас... Это, возможно, он... Ну, когда был... Представитель ООН. Это когда он был, вот это его оттуда привез. Он же с Киселевым в основном не делал. Киселев его очень обожал. Обожал просто. И даже ему вершиком описал. Не только Подмаренко, но даже и Киселев. Ну, вы знаете, папу не любить невозможно было. Я говорю, это человек, которого на раны прикладываются. Это кто-то дарил. Но он тоже пользовался этот чубук? Вы знаете, нет. Но если побаловался тогда, то чтобы так постоянно... Нет, как сувениры. Сувениры такие. Как сувениры. Ой, да. Мама передала. Ей надо спасибо сказать. Характер у него тяжелый, бабушку. Но что касается папиной памяти, она молодец. Я молодец. Мама молодец, что касается. Каждую бумажечку, каждую все это хранит. Это очень важно, потому что уже когда мы приходим, ничего не зная, то эти бумажки позволяют восстановить судьбу и то, как это было. Особенно, когда уже меньше свидетелей. Мама молодец. Что касается памяти папы, она... Горова библиотерестра такая. Вот. Ну ладно, что еще вас интересует, что я могу, чем я могу? А вы много читали в этом кабинете? В кабинете не много. И пользовались? В кабинете нет. Да что, рабочий кабинет нет. Не забывайте, что у меня была своя комната. Комна, да. Да. Так что я как царица жила для послевоенного времени. Что? Это вообще какая-то вот магия этих книг? Нет, вы знаете, у меня вот этого не было. Такого... Ах! Зато все, когда мои подруги, там, друзья приходили, они, конечно, все... Для них это было с непривычки. Да, это в библиотеку попадали. Ну, знаете, что имеешь мне... Как это? Что имеешь мне? Не храню, не храню. Не храню, не потерявши, плачем. Плачем. Ну, я тоже так. Я считала, что это само собой разумеется. Тем более, что, допустим, ну, там, у бровков я была. Ну, столько нет. Ну, тоже как-то было. Ну, само собой разумеется. Просто здесь хватает книг на европейских языках и по-французски, и по-немецки. Ну, у них всегда были переводчики. Всегда. Всегда были переводчики. То есть так немецкий он, как вы, не знал? Нет. К сожалению, я уже так не знаю. Надо бы отпалывать. Мой сын, он преподает английский в Грузии, он всем ставит пример. Он говорит, надо заниматься, надо всегда... И вот у меня мама в совершенстве владела языком, языком, ну, языком действительно она мне говорила. И вот если этим не заниматься, не говорить, она уже почти ничего не помнит. Ну, когда я в Германии, у меня сын живет мрач в Германии, там, прихожу в магазин или что-то, я как-то очень легко объясняю. И никто... Что касается произношения, все не верят, что я не с их времени. Ну, вот так, чтобы так бывает. У вас иногда проскальзывают польские слова. Это связано с тем, что... С Брестом. Это связано с Брестом. Потому что у меня свекровь, она рожденная в Бресте в третьем году, в 1993 году, то есть на всю жизнь. Она же говорила по-польски, потому что работала почта. Почта, она принимала почту по отделам, отправляла при Польше. И она же-то только по-польски там, это же до 1939 года. Так что... А свекр мой украинец. Но всего в жизни добился сам. Его... Моего свекра отец... Мать ушла на фронт медсестрой, оставив сына, мужа. Муж игрок был. И вот этот, значит, моего свекра отец взял этого одиннадцатилетнего сына, сказал, поставил, стой, пошел играть. И забыл про сына. Куда он ушел, мне известно. Короче, вот с одиннадцатилетнего моего свекра остался брошенным. И он пошел по домам. Вам подмести, вам дрова. Ну, чтобы... Забыл за тарелку супа. Потом он что-то прочел, какое-то объявление, дает... Дает свои уроки, что-то. Короче, он где-то раздобыл какую-то гитару. Самоучитель выучивал первые уроки, давал объявление, даю уроки по гитаре. И таким образом он стал зарабатывать. Таким образом он сам овладел этой гитарой. Поехал в Варшаву. Там он учился. Но он не консерваторию закончил, но как-то, я вот это точно не знаю. Но вообще он даже имел какие-то документы. Он там в Варшаве что-то закончил. И он работал с хорами. Вот в Доме офицеров у него был замечательный женский хор, который вот здесь, в Минске, побеждал. Кроме того, он вел всякие инструменты, донбру, гитару и теоретические дисциплины. Собственно говоря, он меня взял за шкирку. Я занималась на архитектурном. Сказала, это тебе надо. Сама будешь создавать дома? Или будешь чьи-то чертить? Музыкальная школа есть? Есть. Поехали, поступаю в училище. Я бросила... Ну, первые семестры я сдала. Я ставила политехнические. Поехала в Брест, закончила музыкальное училище. Я ему благодарна всю жизнь. Но он мне так и сказал. Тебе эта архитектура не нужна. Будешь меня вспоминать добрым словом. Точно. Вспоминаю всю жизнь. Но он был тоже великолепный человек. Очень хороший. В общем, я на хороших людей всю жизнь не знала. Так что Бог ко мне благоволел всегда. Потому что я не погибла во время войны, потому что я имею семью. Ну, в общем, все, что есть. Имела такого папу человека. Я не имею в виду там какие-то его достижения. А просто такого человека. Спасибо. Спасибо Богу. Вот. Я видела перед самой войной такой сон. Что я иду по улицам, что я иду по улицам, и везде такое что-то страшное. Какие-то страшила огненные. Какие-то, и они все вот форталы, все вот огненные. И стоит книжный тезк. Газетная книжная. И я, значит, туда забегаю, и вот эти пламя по стеклу, но меня не могут достать. И я так кричала, что мама меня разбудила. Можете сейчас объяснить свой сон? Мой сон повести. Вот такой был у меня сон перед самой войной. Так что что-то так вот бывает. Вещи, да? Да. Вот. Книжный киоск меня и спас. Так, вот такова моя судьба, что делать. Ну, соляги. Такова моя судьба. Но, надо сказать, моя судьба счастливая, потому что у меня судьба связала с мамой, с папой. Мою родную маму 21 год. Если верить за Елисаковичу, в дестапо немцы солдата затоптали ногами. Это мне сказал за Елисакович. Он как-то, мы ехали, вот когда памятник он сделал, мы ехали с ним в его машине на кладбище. Он говорит, хочешь узнать, какая родная мама умерла? Я говорю, конечно, хочу. Он ей говорит, твою маму солдаты с сапогами затоптали жову насмерть. Я еще говорю, откуда его знается? Он говорит, какая у тебя разница? Я тебе правду говорю, я тебе не сочиняю. Вот такое было еще. Вот. Ну, за Елисакович знал мою семью еще долина, и мама узнал, и папа узнал, но папа сидел. Умер в третьем году, в девяностое лет. Вы виделись? Да, я успела. В девяносто первом году, в каком-то году я с моим сыном, они пригласили. Моя родная тетя, его вторая жена, пригласила меня. Прислали деньги, чтобы мы приехали, чтобы увидеть отца. Он очень хочет увидеть. В общем, я сына очень сына туда, сын тогда жил в Бишкеке. В общем, мы поехали туда, увидели. Я сказала, вот он ждал, чтобы увидеть дочь, и вскоре он умер. Ему девяносто было. Насту лет прошло. Никому не пожелаешь, тоже человека. И сажали, и возили, и чего не было. Ну, какова была жизнь. Приезжайте, приезжайте в гости. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok